16 лет назад, а именно осенью 2003 года, на экраны вышла российская мелодрама «Бедная Настя». Сериал рассказывал о непростой судьбе крепостной красавицы Анны на фоне эпохи правления Николая I. Телепопею показывали в 34 странах мира, в том числе в Финляндии, Греции, Израиле и многих других. Она имела просто оглушительный успех, а в Китае даже были побиты все рейтинги. И в данном видео мы хотели бы вспомнить любимых актеров культовой мелодрамы и узнать, как изменились их жизни спустя полтора десятка лет. Петр Красилов. Актер, сыгравший роль князя Репнина. Петр Красилов уже успел отпраздновать 40-летний юбилей. Красила давно не снимается, он решил полностью сосредоточиться на службе в театре. Елена Корикова. Первые годы после бешеного успеха сериала Елена Корикова то и дело появлялось на экранах в различных передачах и шоу, после чего наступила затишье. Данил Страхов. Данил стал сниматься в сериале «Бедная Настя» уже в статусе довольно известного актера. Роскошного красавца к тому времени можно было увидеть в таких картинах, как «Легендарная бригада» и трогательная картина «Северное сияние». Екатерина Климова. За эти годы Екатерина построила успешную актерскую карьеру. Она снялась в кассовых российских фильмах «Ёлки новые», «Матч», «Чемпионы» и многих других. Марина Александрова. Кажется, время над Мариной невластно. Она все же та же девочка, которую мы знали не только по сериалу «Бедная Настя», но и по более ранним фильмам. Дмитрий Шевченко. У актера, сыгравшего в сериале «Ушлого управляющего поместьем», богатая фильмография и плотный график съемок. За последние пять лет Дмитрий сыграл в 15 картинах. Светлана Тома. Актриса Светлана Тома недавно отпраздновала 70-летний юбилей, но этот факт просто не укладывается в голове, когда смотришь на ее фото. Дмитрий Исаев. Обаятельный Дмитрий Исаев продолжает актерскую карьеру. В последние годы Дмитрия чаще всего можно было видеть в различных сериалах криминальной тематики. Теона Дольникова. Теона весьма известная певица. Еще до съемок сериала она была солисткой рок-группы «Слот». Анна Табанина. Анна Табанина часто появляется на экранах в телесериалах. За последние шесть лет она сыграла в восьми сериалах. Антон Макарский. «Бедная Настя» – первая киноработа Макарского. С 2002 года Антон начал играть в мюзикле «Ноттердам де Пари», которому суждено было снискать большую славу. Анна Горшкова. Модель и актриса Анна Горшкова дебютировала в кино именно в сериале «Бедная Настя». Но наибольшую известность ей принесла роль в фильме Станислава Говорухина «Пассажирка» 2009 года.